Генеральный партнер программы «Итоги недели» – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Партнер программы «Итоги недели» – магазин «Время подарков». Конец рабочей недели – пятница, а это значит время подвести итоги недели. В студии Ирина Меркурьева, здравствуйте. Чем запомнились минувшие семь дней в кратком обзоре новостей. В селе Нижний Гастагайка состоялось торжественное перезахоронение погибшего в сентябре 1943 года неизвестного солдата-освободителя. Его останки были найдены в палисаднике местного жителя Федора Сокола. В митинге-рэквиеме приняли участие исполняющие обязанности главы Сергей Сергеев, представители общественных организаций, поисковых школьных клубов, ветеранских организаций, казаки, кадеты, курсанты Института береговой охраны, жители села. Теперь останки воина будут покоиться на территории парка рядом с обелиском памяти всем павшим в боях освободителям и жителям села, не вернувшимся с войны. В Анапе состоялось открытие новых групп в детских садах номер 7 и 13. Только полгода назад в саду Колокольчика открылся дополнительный современный корпус. Его садик расширился еще на две группы и пять летних веранд. Теперь в этот садик пойдут еще 40 маленьких анапчан. В каждой группе установлены посудомоечные машины, новейшим оборудованием оснащены прачечные и пищеблок. В санитарных комнатах сделано все для удобства малышей. А в садике Теремок открытие нового корпуса позволит принимать еще 30 маленьких анапчан. Здесь также группа отремонтирована по новейшим строительным стандартам. Сделано все для удобства малышей. В Анапе состоялся инфотур для предприятий и учреждений России, представителей СМИ и турфирм с целью дальнейшего оздоровления трудовых коллективов. В ходе тура гостей знакомят с лечебной базой курорта на примере ведущих санаториев Анапы. Демонстрируют современное медицинское оборудование, знакомят с новыми разработками и технологиями в области грязи и водолечения. Представители делегации по достоинству оценили уровень лечебной базы, сервиса и комфорта. Такие инфотуры будут продолжаться. Это был краткий обзор главных событий недели. Смотрите также в сегодняшнем выпуске. Анапа получит дополнительные инвестиции на развитие энергетики и дорожной инфраструктуры. Об этом губернатор Кубани заявил на встрече с активом курорта. Глубокое подполье – вход только для своих. В Анапе ликвидировали хорошо законспирированный игровой клуб. Ярмарка привоз в районе Ореховой рощи переехала. Куда и по какой причине разбирались наши корреспонденты. И вновь продолжается боль. Сегодня страна вспоминает погибших в Афганистане соотечественников. Вчера в Анапе стартовала юбилейная 20-я ярмарка путевок детского и семейного отдыха «Анапа» – самое яркое солнце России. В церемонии открытия приняли участие губернатор Кубани Александр Ткачев, исполняющий обязанности главы «Анапы» Сергей Сергеев, представители Всемирной федерации вода и климатолечения Российского союза туриндустрии, депутаты законодательного собрания края и другие официальные лица. Это выставка, это ярмарка туриндустрии. Конечно, послужить сегодня таким серьезным локомотивом. Мы должны приводить, способствовать тому, чтобы на наш рынок туриндустрии курортный приходили бренды с мировым именем. Выставка объединила лучших представителей туриндустрии России и ближнего зарубежья. В спортивном комплексе «Витязь» на двух этажах разместились свыше 200 экспонентов. Из них 96 представляли санаторный курортный комплекс. Причем это не только крупные здравницы, но и частные отели и гостиницы «Анапы». Выставка-ярмарка продлится до 16 февраля. В программе научно-практические конференции, круглые столы, семинары, мастер-классы. Также в рамках рабочего визита в «Анапу» Александр Ткачев провел встречу с активом курорта, на которой о своей работе и стратегических задачах на будущее отчитался исполняющий обязанности главы курорта Сергей Сергеев. На встрече присутствовали депутаты, представители бизнеса и общественности города. Подробности в сюжете. На встрече шла речь о развитии курорта, поддержке социальной сферы и главных отраслей. Во всем этом губернатор Кубани полагается на исполняющего обязанности главы «Анапы» Сергея Сергеева. На нового руководителя возлагают большие надежды не только глава региона, но и все анапчане. Курорт должен развиваться. Поэтому важно, чтобы во главе его стоял грамотный, честный и работоспособный человек. Именно такой, как Сергеев, считает губернатор. Почему Сергей Павлович? Потому что я считаю, что именно это такой человек, который нужен Анапе, который нужен вам. И я принял это решение осознанно, ответственно и понимаю, что за этим решением лежит судьба будущего города Анапы. Иначе он, собственно, я уже понял, он уже практически все проблемы знает, понимает. А многие из них уже знают, как их решать. Далее Александр Ткачев предоставил слово Сергееву. Исполняющий обязанности главы Анапы рассказал, что за два месяца работы он смог изучить все слабые места курорта. Побывал во всех десяти сельских округах. Провел встречи с депутатами, общественностью и жителями. О приоритетах своей работы я говорю на каждой встрече с Анапчаном. Люди должны знать, на решение каких задач в первую очередь нацелена власть. Для себя все проблемы я разделил на две категории. Первое, относятся те, которые не решить без привлечения денежных средств. Второе, вопросы, не требующие вложения материальных средств, а только желание сотрудников добросовестно исполнять свои служебные обязанности. Так вот, последние, должны решаться установленные сроки, и они уже решаются. Это в первую очередь земельные, архитектурные, имущественные вопросы. Вопросы взаимодействия с силовыми ведомствами, транспортными и социальными службами. По мнению Сергеева, хорошо отлаженная система взаимоотношений власти и анапчан – это фундамент работы. Удастся его заложить, значит, будет наведен порядок во всех сферах. Губернатор четко обозначил перед Сергеем Сергеевым задачу. Развивать курортный потенциал, сделав акцент на всесезонный и качественный отдых в Анапе. Необходимо строить больше пятизвездочных отелей, повышать уровень качества услуг. Но между тем не забывать и о главной особенности курорта. Она, как совершенно очевидно, должна оставаться народным курортом. Она должна оставаться детским курортом. Это тоже ниша, которую она подзаняла еще в советские годы. И, понятно, она тоже во многом эксклюзивная. И сегодня, чтобы создать заново этот класс, нужны миллиарды вложений. И поэтому Анапа – это ее лицо, это ее имидж. И на этом она зарабатывает серьезные средства. И в этом времени нам двигаться. Говоря о проблемах курорта, Александр Ткачев отметил, как важно сохранить главное золотое достояние города – песчаные пляжи. Потому что потеряем пляжи, потеряем уникальный санат, привлекательную, инвестиционную и так далее. Кто бы в этой части вызывает это сделать? По наведению порядка по санитарной чистке пляжей я намерен увеличить кратность уборки территорий. Видел, как это делается в перечисленных вами странах, в Турции, в Египте. Ну и, соответственно, я надеюсь на тех арендаторов, которых в перспективе мы будем иметь. Еще раз хочу подчеркнуть, что это будут преимущественно… Преимущество будет отдан местным анапским предпринимателям. Я думаю, они любят свой город и будут делать так, как этого требует сегодня время. Еще одна проблема – энергетическая отрасль Анапы. Работа в этом направлении ведется активная, но недостаточная. Энергетика курорта требует больших финансовых вложений. И на этой встрече губернатор Кубани дал зеленый свет в решении энергетического вопроса Анапы министру энергетики края. Что касается Анапы, зеленый, есть вклады. Мы уже три года активно вкладываем в энергетический узел Анапы, Анапского региона, связанное средство инвестиций. Давайте закончим. Я думаю, что примерно осталось миллиарда полтора-два. Если в этом году мы 500-700 миллионов еще закачаем сюда, и, может быть, в следующем уже мы выйдем на стопроцентном обеспечении. Также Александрам Ткачевым было принято решение увеличить на 100 миллионов инвестиций с краевого бюджета и в дорожную инфраструктуру Анапы. Таким образом, общая сумма финансирования составит ни много ни мало 300 миллионов рублей. Также на встрече с активом обсуждались вопросы развития виноградарства и винного туризма, миграционной политики, классификации гостиничного бизнеса, газификации небольших поселков и строительства новых детских садов. Ответив на вопросы анапчан, Александр Ткачев подвел итог. Я очень надеюсь, что вместе с Ипалачем город выходит на другую сторону развития, благополучия. И вот у меня такое ощущение, что это тот человек, который нужен сегодня Анапы. Я надеюсь, что вы его примете и вместе будете шагать в будущем. Уверен и в посту. Ольга Родина, Алексей Махортов, Анапа. Регион. И к другим новостям. Сегодня анапчане отметили 24-ю годовщину вывода советских войск из республики Афганистан. 15 февраля 1989 года территория этой страны покинула последняя колонна советских войск. Хорошо известна жестокая цена выполнения интернационального долга. 15 тысяч человек вернулись на родину в цинковых гробах. В День памяти о россиянах, которые исполнили свой служебный долг за пределами Отечества, в сквере боевой славы прошел митинг. Около миллиона советских воинов прошли через горнила Афганистана. Наши солдаты выполняли свой долг, не ограничиваясь при этом только защитой мирного населения. Они помогали восстанавливать страну. Строили мосты, дороги, больницы и школы. Афганская война стала роковой для парней, возвратившихся к безутешным родителям скорбным грузом 200. Для тысячи других. Пропавших без вести. Отдавая дань уважения людям, которые, слава Богу, находятся среди нас, уважения павшим в той войне, я преклоняю голову перед ними и выражаю им огромную благодарность за то, что они сделали. Я знаю, что примерно 10 лет назад в Анапе было и помещение ветеранской организации, куда могли прийти и решать свои вопросы люди, которые причастны к этому событию. Сегодня есть земля, есть намерение построить помещение. Я обещаю эту помощь в строительстве. Советские войска на территории Афганистана находились почти 10 лет. За это время наша армия потеряла 15 тысяч человек. 266 анапчан прошли горнила той войны. Сегодня хочется сказать им слова благодарности, низкий поклон. Все, что они делали, это для того, чтобы наша родина была независимой и свободной. Верные присяги воины выполнили свой долг, сохраняя традиции старших поколений. Тысячи солдат и офицеров награждены государственными наградами за самоотверженность, мужество и героизм, проявленные при оказании интернациональной помощи в республике Афганистан. Мы, воины-афганцы, прошедшие войны, в первую очередь мы посранили память наших отцов. Мы выполнили свой воинский долг. Говорить о том, что была она война, нужна или не нужна, я нам решила. Мы солдаты, мы верны писали. Прошли годы, но ничто и никто не сможет заглушить боль вдов и матерей погибших воинов. Лидия Петровна Веремененко в той страшной войне потеряла сына. Сейчас она главный помощник председателя Анапского отделения Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане. Общественная работа нелегка, но делать ее надо. Надо, потому что нужна помощь тем, кто в результате локальных войн стал инвалидом, и матерям, для которых самым главным и важным словом в жизни теперь стало слово «память». Мы благодарны родителям, воспитавших патриотов России. Они выполнили свой воинский долг, и мы склоняем головы перед ними. Мы гордимся и живыми, и павшими, не уравнившими честь советского воина. От благодарных анапчан к памятнику воинам-интернационалистам, погибшим при исполнении воинского долга в Республике Афганистан, венок возложили исполняющий обязанности мэра Анапы Сергей Сергеев и председатель Совета депутатов города-курорта Анапы Леонид Кочетов. От ветеранов войны в Афганистане и курсантов Института береговой охраны ФСБ России цветочные корзины были возложены к мемориалу «Вечный огонь» и памятному знаку воинам, погибшим при исполнении воинского долга Чеченской Республики. Во многих сельских округах сегодня прошли памятные мероприятия. В хуторе Утаж почтили память погибших земляков, выполнявших интернациональный долг на митинге реквиеме. Там собрались представители администрации, родители погибших, школьники и жители села. Учителя и ученики 24-й школы организовали митинг-реквием в рамках месячника обороны массовой и военно-патриотической работы. Это мероприятие школа проводит уже 15 лет. Присутствовали родственники погибших, представители администрации, ТОСа, Казачество, Воинская часть. В память погибших воинов-интернационалистов Игоря Иваненко, Виталия Левурдяки, Александра Паша почтили минуты молчания. В честь их доблести и отваги прозвучал троекратный оружейный залп. Заряжай! Огонь! В знак уважения и благодарности к мемориальной доске были возложены памятный венок и цветы. Красные гвоздики, как символ пролитой крови солдат, отдавших свою жизнь за мирное будущее, за будущее без войны, напоминают нам об их доблести и героизме, которые будут и дальше чтиться и передаваться из поколения в поколение. В ходе митинга грамотами были награждены школьники, которые отличились в спортивных соревнованиях, посвященных памяти погибших в горячих точках. В рамках месячника школой было проведено не одно такое мероприятие. В рамках месячника целый ряд еще других мероприятий. Наши ребята принимали участие в перезахоронении останков неизвестного солдата в Нижней Гастагайке. Внутри школы мы провели смотр строя, провели смотр песни, мы провели турнир по настольному теннису, который посвящен памяти ребят, и не вернувшихся из горячих точек. Это тоже традиционный турнир, который мы проводим ежегодно, вот с того дня, когда мы стали чествовать вот этих ребят. Сегодняшний день дает возможность не только вспомнить войну, но и рассказать о ней подрастающему поколению. Зачастую это горькие воспоминания, но они дают понимание, что мир очень хрупок, и что сохранение этого мира – большая работа. Алина Гумерова, Александр Кореневский, Анапа. Регион. На территории села Суко прошли учения с отработкой условных мероприятий по эвакуации населения в случае затопления. Вместе с оперативным штабом в учениях было задействовано 152 человека, 28 единиц техники различных служб. Основная цель учений – понять, как будут работать службы в экстренных ситуациях и научить население, которое подвергается угрозе затопления, действовать в экстремальных условиях. Люди должны знать, если идет какой-то сигнал оповещения, оповещения, потому что сейчас система оповещения оснащается все муниципалитеты Краснодарского края, так или иначе отрабатываются учения во многих муниципалитетах, но человек, который находится на незнакомой территории, он должен знать этот принцип. Он идет против течения, и он должен выйти на возвышенность. В любом случае будут среагированы спасательные службы, он должен подать сигнал, ночью – это звуковой сигнал, а днем – это световой сигнал, либо размахивание каким-то куском материи, белого-красного цвета, чтобы подать сигнал, что он находится на какой-то возвышенности. Прежде чем приступить к условным мероприятиям по эвакуации, заместитель главы города-курорта Анапа Алексей Харитонов попросил отчитаться каждого руководителя о состоянии готовности их служб. Членов КЧС вопрос, все согласны? Какие-то возражения не поступают? Тогда приступаем к эвакуации. Самая угрожающая зона – район детского федерального центра смена из Дравницы «Золотой берег». Если ситуация по затоплению будет распространяться, то угрозе подвергнется территории от улицы Солнечной и до проезда Дорожной. Здесь около 60 домовладений, в которых на сегодняшний день проживает 49 человек. Учитывая все исходные данные, был разработан и утвержден алгоритм действий всех спасательных служб. Каждому из проживающих на этой территории доведена информация о маршрутах эвакуации, вручены памятки. А просьба к жителям всегда быть внимательными к сообщениям, передаваемым по системе оповещения. Кроме главной ярмарки привоза в районе Восточного рынка, в каждом микрорайоне города для удобства анапчан работают выездные сельскохозяйственные ярмарки. Площадки для таких рынков подбираются максимально удобной и для продавцов, и для покупателей. Привоз у почтового отделения в районе Ореховой рощи жителям полюбился сразу и стал постоянным и популярным местом покупок свежих продуктов. Но внезапно ярмарка на этом месте прекратила свою работу. Как оказалось, работа ярмарки на этой площадке радовала далеко не всех. В администрацию города поступили жалобы от жителей, что в базарный день здесь создаются пробки ни пройти, ни проехать. И вот сегодня этой ярмарки на привычном месте не оказалось. Поползли слухи, что ее теперь вообще не будет. Хотелось бы развеять слухи о том, что ярмарочная площадка в районе Ореховой рощи у нас будет закрыта. Это все не так. Произошла смена площадки. Открытая площадка в 2011 году стала пользоваться большой популярностью у гостей и жителей микрорайона. Там, где есть спрос, растет и предложение. Приезжали новые производители сельскохозяйственной продукции, рост ассортимент. Но так как эта площадка находилась в преддворовой территории, к нам в управление начинали поступать жалобы от жителей этих домов, которые находятся рядом, о том, что невозможно поставить личный автотранспорт, припарковать. Также были обращения от руководства почты, то, что невозможно подъехать к отделению. И я не говорю уже о случае возможности чрезвычайных ситуаций, когда спецтехника не могла бы просто проехать к месту назначения. Именно поэтому ярмарку было решено перенести. И сейчас она успешно работает буквально в 100 метрах от старого места. Все то же самое. Низкие цены, местный производитель, приветливые продавцы. Жители перемен не почувствовали. Главное, что есть место, где можно купить экологически чистые продукты по низким ценам и недалеко от дома. Я очень довольна, что ярмарка у нас каждую неделю. Люди очень довольны и очень-очень. Особенно мэру нашему новому, Сергееву, все-таки это его инициатива. Так что все довольны. Самое главное, что она есть. Производители также довольны, поскольку занимаясь своим делом, не создают транспортных проблем. Здесь места больше, да и проходимость людей выше. Как-то попростурнее, что ли, я не знаю. Не друг на дружке стоят, а нормально. А там и машины ездят, и люди ходят. Нормально здесь. Разница небольшая, лишь бы жильцы не жаловались. Так как, ну тут не занимаем, в принципе, ни стоянку не занимаем, ничего. Лишь бы всем было нормально и нам хорошо. А, в принципе, перенеслись мы недалеко. И жители, и производители надеются, что это последний переезд ярмарки-привоза. И что теперь покупки совершать станет еще легче и удобнее. Вадим Родин, Роман Карпов, Анапа-регион. За прошедшую неделю анапские полицейские весьма плодотворно поработали. По словам начальника полиции Андрея Рапа, ликвидированы три игровых клуба. На улице Шевченко изъято 28 игровых автоматов. В клубе на красно-зеленых 23 и 4 системных блока в подпольном клубе на улице Ленина. Выявлен факт работы подпольного и горного клуба по улице Шевченко, 288. В ходе проведения мероприятий была установлена организация деятельности клуба, в котором было установлено 28 игровых аппаратов старого образца, деятельность которых на территории Российской Федерации запрещена. Проводится проверка по установлению лиц, причастных к незаконной организации азартных игр. Проводится проверка тех лиц, которые регулярно участвовали в проведении данных мероприятий. То есть следственным комитетам будет дана правовая оценка действиям тех граждан, которые организовали деятельность клуба. То есть будет принято решение о возбуждении уголовного дела, либо о применении иных санкций, предусмотренных законом. Подпольный клуб оказался немаленький, около 180 квадратных метров. Довольно неплохо обустроен. По словам оперативников, клуб посещали, что называется, свои. То есть постоянные посетители клуба звонили находящемуся внутри администратору. Тот, увидев знакомый номер телефона, открывал дверь. Случайным любителям поймать удачу вход был закрыт. Клуб неплохо зарабатывал и на постоянных клиентах. Это видно по денежным купюрам, которыми опечатаны игровые автоматы. Обычно руководители для этого пользуются бумагой, а здесь подход довольно щедрый. На данный момент все аппараты находятся в полиции. Их дальнейшую судьбу решит суд. Но, как показывает практика, их ждет физическое уничтожение. Организаторов подпольного казино – уголовное наказание. Информация о погоде на выходные дни сразу после небольшой рекламной паузы. Спонсор выпуска – торгово-развлекательный центр «Алиса». Реклама будет короткой, не переключайтесь. Торгово-развлекательный центр «Алиса». Покупай с удовольствием! Верхняя женская одежда. Зал кожи и меха. Одежда в европейском стиле. Подарки на все случаи жизни. Элитная обувь и сумки. Мужская одежда от классики до модерна. Все для дома и уюта. Женская одежда и аксессуары из Италии. Кош-галантерея. Товары для детей. И все для красоты, отдыха и развлечений. Торгово-развлекательный центр «Алиса». Угол Краснодарской и Горького. Покупки в радость для всей семьи. В субботу 16 февраля в Анапе будет пасмурно, прохладно и дождливо. Температура воздуха днем 4,6, ночью около 5 градусов выше нуля. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный 4,6 метров в секунду. Температура морской воды в Анапской бухте около 8 градусов со знаком «плюс». В воскресенье 17 февраля в Анапе будет пасмурно, местами пройдет дождь. Температура воздуха днем 5,7 со знаком «плюс», ночью около 4 градусов по Цельсию. Ветер северо-западный 3,5 метров в секунду. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды в Анапской бухте 8 градусов выше нуля. Такой нам запомнилась эта неделя. Далее реклама от наших партнеров производственного предприятия «Меркурий-2» и магазина «Время подарков». Этот и другие выпуски вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь до понедельника. Всего доброго и до свидания. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир. Развитая инфраструктура. Близость к морю. Срок сдачи 4 квартал 2013 года. Телефоны 48333 и 48300. Подарки должны радовать и оставаться на память. Дарить чувство прекрасного и украшать нашу жизнь. Отражать внутренний мир и подчеркивать стиль. Времена меняются. Подарки остаются. Отражать внутренний мир и подчеркивать стиль.